Здравствуйте! Эфир НТС продолжает итоговый выпуск новостей. В студии Манас Айджигитов и Айджан Казакбаева. Добрый вечер. Выпуск начнем, как всегда, с краткого анонса главных событий. Затянуть пояса, прежде всего, должны сами чиновники. Фракция Республика Таджурд обсудила бюджет страны на текущий год. Депутаты потребовали от Кабмина оптимизировать расходы. Руда должна остаться. В Диоркутенеш инициированы поправки в закон, ограничивающие вывоз руды, содержащие драгоценные металлы. Запрет позволит развить отечественную переработку. Недоступные визы. Несколько сотен молодых кыргызстанцев по-прежнему не могут выехать в Китай для продолжения учебы. Студенты опасаются, что могут лишиться своих мест в грузах Поднебесной. В памяти жертв восстания автокараван проехал маршрут, по которому сто лет назад от истребления бежали люди. Наш репортаж со старта символического автопробега. А теперь все по порядку и начнем о бюджете страны. Об исполнении главного финансового документа за текущий год. Сегодня речь об этом шла на заседании парламентской фракции Республики Атаджурд. Разница между расходами и доходами, как выясняется, вновь растет. А выпадение по ВВП составили почти 50 миллиардов сомов. Недобор налогов и таможенных платежей, впрочем, чиновники обещают исправить до конца года. Но депутаты, принимая во внимание огромный объем дефицита, не могли понять, почему при этом отдельные структуры Кабмина пытаются объявлять тендеры на совершенно неоправданные закупки, как, например, подарочные часы с драгоценными камнями. За дискуссией во фракции наблюдала Елена Яковлева. На что доживать этот год и как получилось так, что расходная часть бюджета вышла далеко за рамки запланированного? Сегодня обсуждали члены фракции Республика Атаджурд и представители правительства. Первый вице-премьер Мухаммед Калай Абулказиев представил основные показатели как доходов, так и расходов. По итогам 8 месяцев заработали всего почти 126 миллиардов сомов. По налогам недобрали 4,5 миллиарда, зато по неналоговым поступлениям на 5 миллиардов больше плана. Официальные трансферты в размере 12 миллиардов 79 миллионов сомов. Впрочем, трат все равно не по средствам. Изначально расходы утверждали в сумме 146 миллиардов 853 тысячи. Но во всех сферах, будь то здравоохранение, соцзащита, образование и прочих, произошли увеличения. Судя по представленным данным, доходы уменьшаются на миллиард, а расходы на 21 миллиард увеличиваются. Дефицит 22 миллиарда, выпадение по ВВП почти 50 миллиардов. Или здесь при расчете бюджета появился теневой бюджет, и про это знает, наверное, только Министерство финансов? Абулказиев отметил, что в этой связи недавно правительство срочно приняло решение за расходы сокращать. И действительно, урезало траты на 14 миллиардов. Защищенной статьи это не коснулось. В итоге дефицит удалось удержать на отметке 22 миллиарда 50 миллионов. Как факт, недобор налогов – это результат не только неверного прогнозирования со стороны Минэкономики, но и последних изменений в налоговый кодекс. Больше всего нареканий со стороны депутатов вызвало отмена НДС на ввоз пшеницы. Как говорилось в справке об основании, это должно было спасти отечественных мукомолов. Этот закон был явно о лобби бизнесменов этой отрасли. Я высказываю свое личное мнение, и в обществе с ним согласны. Обидно, что этот закон инициирован правительством. Другое дело, если бы инициировали депутаты. Генпрокуратура должна провести расследование, ведь эти миллиарды сомов ушли в карманы трех-четырех людей. Сейчас поднимается вопрос, чтобы отменить данный закон. Правительство должно было исправить эту ошибку. Да, на пшеницу и на уже готовую продукцию, муку, НДС еще в начале года отменили. Из-за этого мы потеряли 700 миллионов. Кроме того, убрали НДС на экспортные поставки. Еще минус 1 миллиард 900 тысяч сомов. В общем, по четырем видам налогов потеряли 6,5 миллиардов сомов. Без всяких на то законных санкций из бюджетных средств полмиллиона ссуды дали частной компании электрические сети, которая уже имеет просроченную задолженность по ранее выданным кредитам. Как объяснила Булгазия, в этом году тарифы на электричество не поднимались. И чтобы компания и дальше подавала энергию населению, эти деньги стали своего рода компенсацией. Большое внимание депутаты уделили расходам по защищенным статьям. Так, недофинансирование сектора составило полтора миллиарда. Деньги выделяются, а их к концу года возвращают. Вместо того, чтобы они работали там, где в них есть нужда. Только что Минфин сам признал, что не знает точного количества сотрудников бюджетных организаций. Не знает, какой фонд в оплаты труда. Ведомство, которое хранит государственные деньги, считает расходы и доходы. Зачем нам такое министерство финансов? Все знают, что во многих хозучреждениях есть вакансии и придуманные должности. И туда запрашивают эти суммы. По словам Казакбаева, по заключению Международного валютного фонда, отсутствие у Минфина базы данных по количеству бюджетников и фонду их оплаты труда приводит к излишне предусматриваемым средствам, а значит увеличению расходной части бюджета. Дефицит дефицитом, а подарки просписанию. К юбилею обязательно. Таможенная служба за 600 тысяч сомов покупает швейцарские часы, а Констпалата объявляет на 2 миллиона тендер на покупку машин. Разве сейчас время для швейцарских часов? Да, эти средства предусмотрены на закупку 60 часов для поощрения особо отличившихся предпринимателей по цене 10 тысяч за штуку. Вы сами не смогли за свои средства купить эти часы? Вы носите на руках часы не за 10 тысяч сомов, а за 100 тысяч долларов? Стыдно должно быть за такой тендер. Главе ГТС только за это следовало бы уйти с должности. Мы внесем это предложение сегодня. Надо было вам самим поддержать бизнесменов за то, что они дают вам деньги в карманы. Руководители таможни имеют 5-6 домов стоимостью 2-3 миллиона долларов. Крутые машины. Откуда эти деньги, если не в бизнесе работаете, а на госслужбе? Информация о закупке часов, надо сказать, ошарашила Мухаммедкалы и Абулгазеева. Вице-премьер обещал разобраться. Экономия-то хорошо, но одними лишь сокращениями и пресеканием каких-либо трат ситуацию не улучшить, заявила Мурбек Бабанов. Для этого нужно развивать экономику, а правительство в этом плане ничего не предпринимает. К сожалению, Мухаммедкалы и Душикевич, вы не понимаете, что такое реформы. Сокращение – это не реформа, это оптимизация. А реформы подразумевают кардинальные изменения. Например, упразднение техосмотра доверенности на транспорт, упразднение ВИЗ для 44 государств. Это реформа. Вы говорите, что у вас не хватает времени. Времени никому никогда не хватает. Даже если упразднить правительство, жизнь будет идти своим чередом. Основная обязанность правительства – это проведение реформ. Меня больше всего расстраивает в вашей работе то, что вы не можете определить приоритетные направления в работе правительства для улучшения нашей экономики. Вместо этого вы отвлекаетесь на второстепенные мелкие вопросы. Например, наша фракция предложила меры по освобождению некоторых предприятий от налогов в целях развития регионов. Вот это и есть реформа. Правительство до сих пор нам не ответило по этому вопросу. Вот письмо за вашей подписью от 27 мая 2016 года. Вы говорите, что до 1 сентября дадите ответ. Ну разве требуется 3-4 месяца, чтобы ответить на это наше предложение? Доходы сами по себе не увеличиваются. Для этого или надо создавать условия, или выделять деньги. У вас денег нет, тогда создавайте условия. Поэтому я прошу вас, передайте Сорунбай Шариповичу, дайте ответ нам по нашим законопроектам в течение одной недели. Просто ответьте, согласны вы с нами или нет. Но ответьте. По итогам заседания депутаты решили создать комиссию, которая проверит, есть ли основания для повышения расходов. Кроме того, дадут поручения, например, Генпрокуратуре по НДС на муку, как явном лобби нескольких предпринимателей. Министерством делать, наконец, четкое прогнозирование и планирование. А еще запретить структурам тратить государственные деньги на юбилейные торжества. Елена Яковлева, Бакыт Кушалиев, НТС. Казахстану следует в течение 10 дней снять фитосанитарный контроль на границе с Кыргызстаном. Такую рекомендацию правительству соседней страны дает Евразийская экономическая комиссия. Напомним, 8 мая прошлого года решением президентов стран ЕАЭС была предусмотрена отмена этого вида контроля. Причем Кыргызстан выполнил соответствующие обязательства, а Казахстан нет. Как резюмировали ситуацию в комиссии, это приводит к значительным задержкам на границе при вывозе подкарантинных товаров из Кыргызстана в Казахстан. Запретить вывоз руды, содержащей драгоценные металлы. Такую поправку в закон о недрах вносит фракция Республика Таджурд. По словам народных избранников, эта норма поможет наладить отечественную переработку. А это не только новые рабочие места, но и внушительные доходы. Сегодня практически неизвестно, сколько золота оставляют себе компании, задействованные в этой сфере после переработки руды. Если законом будет запрещен вывоз сырья, иностранные инвесторы будут заинтересованы в строительстве профильных заводов в Кыргызстане. С подробностями Игорь Потанин. Правительство своим постановлением одобряет вывод из страны сотен миллионов сомов. Только на налогах от переработки золотосодержащей руды внутри страны Кыргызстан мог бы заработать почти полмиллиарда сомов. Чтобы прекратить вымывание из государства денег и полезных ископаемых, фракция Республика Таджурд инициирует поправки в закон о недрах. Как вы знаете, что в парламент внесен вопрос о бюджете 2016 года, идет обсуждение, там идут выпадения, большие выпадения. Но, конечно, если будет в виде руды, это все вывозится, откуда будут у нас доходы, если фабрики не будут строиться, если налоги не будут компаний дополнительные платить, то, что планировалось. Мы же ведь, когда даем лицензию со стороны правительства, со стороны государственных органов, дают же огромные обещания, что будет фабрика, что несколько тысяч человек будет работать. А, к большому сожалению, нашли лазейку в законе и дали разрешение компаниям вывозить. Члены правительства свое постановление объясняют тем, что производить переработку внутри Кыргызстана не позволяют условия. Вот и разрешили инвесторам заниматься переработкой руды за рубежом. Сколько золота таким образом было вывезено из страны и осела в карманах недобросовестных золотодобытчиков, сложно даже представить. Но правительство, тем не менее, ссылается, как они считают, на объективные причины. Да, это неправильно, но инвестор имеет на это право. Для вывоза концентрата и руды есть объективные причины. Отсутствие дорогостоящих извлекательных фабрик, примерная стоимость которых составляет более 100 миллионов долларов. Кроме того, имеет важное значение и экологическая составляющая вопроса, так как в стране негде размещать токсичные отходы. Эксперты говорят, такая позиция чиновников антинародна. Если бы закон, который сегодня предлагает республика Атаджурд, был принят раньше, сегодня бюджет страны не испытывал бы дефицита. Эксперты не исключают, что в кабинете министров кому-то просто выгодно, чтобы руда вывозилась для Афинажа за границу. Поставлять концентрат, за рубеж увезти, обогащать, афинировать золото или другой металл. Это в каком-то мере предотвращение своему государству. Но в конце концов сырье-то не восполняется, поэтому надо обогащать, извлекать, афинировать. Допустим, Каравал-Афинажный завод имеет возможность извлекать, афинировать до 20 тонн золота и нагружать своих предприятий, создавать рабочие места, создавать лабораторную установку каждой лаборатории, чтобы работала в полном объеме. Поправки в закон о недрах уже внесены на общественное обсуждение. Как только будут собраны рекомендации и мнения экспертов, документ будет внесен на рассмотрение комитетов парламента. Геологи надеются, что законопроект будет принят как можно скорее. Промедление в этом вопросе обходится государству слишком дорого. Игорь Потанин, Алтымбек Канебекулу, НТС. Пограничники перешли на усиленный режим охраны границы с Таджикистаном, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Решение об усилении, как отмечается, принято из-за событий в афганском городе Кундуз, где, напомним, уже несколько дней продолжаются бои между правительственными силами и движением Талиман. Власти Афганистана заявили, что им удалось оттеснить боевиков из центральных районов Кундуза и восстановить контроль над городом. Однако в отдельных районах населенного пункта продолжаются ожесточенные бои. Прапорщик одного из подразделений Генштаба подозревает в продаже оружия. Со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах об этом сообщает одно из информагентств нашей страны. По его информации, подозреваемый прапорщик продавал со склада войсковой части погранслужбы автоматы Калашникова. Есть предположение, что оружие он сбывал членам ОПГ. Отметим, в самом Генштабе от комментариев отказываются, как, впрочем, и в пограничной службе и МВД. К происшествиям за рубежом. Около 20 человек погибли в результате взрыва на границе между Сирией и Турцией. Как сообщается, теракт произошел в местности Атме, провинции Длиб. Совершил его предположительно смертник, член террористической группировки «Исламское государство». Мишенью атаки, по данным европейских СМИ, были поддерживаемые Турцией повстанцы, которые сражаются с боевиками ИГИЛ. Тем временем в Стамбуле также прогремел взрыв. Возле полицейского участка террорист подорвал заминированный мотоцикл. Около 10 человек получили ранения, были повреждены близлежащие машины и дома. По словам очевидцев, за взрывом вскоре последовали звуки выстрелов. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, как сообщает турецкий СМИ, уже арестован. Были задержаны еще двое подозреваемых. Российско-американское противостояние в Сирии, похоже, усиливается. Москва и Вашингтон обменялись взаимными обвинениями в срыве процесса урегулирования сирийского вопроса. Напомню, в начале недели Госдеп США заявил о прекращении сотрудничества с Россией по установлению перемирия. А позже ряд западных СМИ распространил информацию о том, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность прямого вмешательства вооруженный конфликт в Сирии на стороне противников президента Башара Асада. В Москве отметили, что нередко подобные вбросы со стороны ЦРУ и Пентагона оказывались прологом реальных действий. Поэтому советуют Вашингтону тщательно просчитать возможные последствия подобных планов. Сегодня на вооружении сирийской армии имеются достаточно эффективные зенитно-ракетные комплексы, такие как С-200, БУК и другие системы противовоздушной обороны, техническое состояние которых за прошедший год было восстановлено. Кроме того, напомню американским стратегам, что воздушное прикрытие российских военных баз МИМИ и Тартуси осуществляется зенитно-ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов. Совбез ООН официально выдвинул единого кандидата на пост генерального секретаря организации. Как и ожидалось, это экс-министр Португалии и бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш. За него проголосовали все члены Совета Безопасности. Впрочем, итоговым станет голосование в Генеральной Ассамблее ООН, дата которого пока не назначена. Нью-Йоркская полиция ищет повесившего огромный баннер с портретом президента России на мосту Манхэттен-Бридж, полотнище размером 6 на 9 метров, появилось на одной из сторон моста, соединяющего Нижний Манхэттен с Бруклином. На нем был изображен Владимир Путин на фоне российского флага и подписью большими буквами «ПИСМЕЙКЕР», то есть «Миротворец». В полиции сообщили, после поступления звонка баннер убрали через полчаса. Отметим, сегодня президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Ему исполняется 64. С днем рождения президента России сегодня, разумеется, поздравил лидер нашей страны Алмазбек Атамбаев. В телефонном разговоре он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых успехов в деле повышения благополучия российских граждан и процветания страны. Пользуясь случаем, Атамбаев поблагодарил Путина за поддержку и оказанное содействие в прохождении медицинского обследования и лечения в Центральной клинической больнице в Москве. Несколько сотен студентов по-прежнему не могут выехать на учебу в Китай. Визы в страну Поднебесье до сих пор не выдают и когда возобновит работу консульский отдел китайского посольства, до сих пор неизвестно. Напомним, гражданам Кыргызстана перестали выдавать визы в Китай после теракта, произошедшего 30 августа. Студенты боятся, что могут потерять гранты, полученные нелегким трудом и места в общежитиях. По программе они уже отстали больше, чем на месяц и пытаются догнать своих сокурсников при помощи книг. Начиная с 30 августа, со дня теракта, я начала сразу писать письма, но на них не было ответа и до сих пор нету. Письма и электронные, и от руки, и на разных языках студентка Наргиза Кудай-Назарова отправила в различные структуры, чтобы узнать, наконец, когда возобновится выдача виз в КНР. Ведь без нее она не может начать учебный год. Я делала запрос в университет на счет стипендий, грантового места, то, что я смогу ли я учиться в этом году, или все-таки на следующий год я буду учиться. У меня ханбановский грант, конфуция, и там совсем другие условия, совсем другая система. И вот 10 октября они должны сказать ответ, буду ли я учиться в этом году, или на следующий год я останусь. А вот Мидет Касыма все документы, нужные для открытия визы в КНР, собрал летом. В Китае он планировал обучаться на языковых курсах. Мидет должен был получить долгожданную визу через день после трагических событий в посольстве. Тем не менее, парень не отчаивается, ведь место в университете остается за ним. Правда, его комната в общежитии уже перешла другому. Так как моя бронь стояла до 5 сентября, я не успел в этот срок приехать в Китай, и они отдали мое место другому ученику. Поэтому мне придется на что-то надеяться, как-то найти, может быть, другое жилье, или найти какое-то более дорогое общежитие у нас имеется. В Миде говорят, что сложившуюся ситуацию с визами в КНР там держат на особом контроле. И уже достигнута договоренность с китайской стороной о продлении срока регистрации студентов из Кыргызстана в вузах Поднебесной. Посольство сообщает, что 27 сентября 2016 года поступила нота Министерства образования Китайской Народной Республики с информацией о том, что студентам из Кыргызской Республики, которые не смогут оформить визу из-за известных событий, и будут сохранены места в вузах КНР, а также дата регистрации студентов продлена до конца октября 2016 года. Когда же возобновить работу консульский отдел китайского посольства, пока неизвестно. Студенты готовы посодействовать его открытию, предложив свою помощь в побелке, покраске и других ремонтных работах. Сейчас же они составляют общий список студентов из Кыргызстана, которым из-за теракта в посольстве вовремя не удалось выехать в Китай для продолжения учебы. А в дальнейшем планируют передать перечень в Дипредставительство и в МИД, чтобы процесс выдачи виз прошел быстрее. Анастасия Соболева, Александр Симонов, НТС. Отдали деньги на канализацию, а остались ни с чем. Жители столичной новостройки Джиниш больше года пытаются разобраться, куда делись 2,5 миллиона сомов, которые они собрали на установку канализационных сетей в жилмассиве. Собранными деньгами распоряжалась комиссия, созданная самими же жилителями. Она, в свою очередь, наняла фирму для установки канализационных труб. Однако сумма оплаты у заказчиков и подрядчиков сильно разнится. Причем, как выясняется, никаких договоров, ни других бумаг, доказывающих платеж, ни та, ни эта сторона не имеет. Жители говорят, они стали жертвами хитрых махинаций. В вопросе разбиралась Екатерина Ступкина. Некоторые кредиты брали, давай верните нам деньги. В столичной новостройке Джиниш есть практически все коммуникации для комфортной жизни, кроме канализации. Ее-то и решили провести жители почти полтора года назад. Для этого собрали более 2,5 миллионов сомов. Однако в результате остались и без канализации, и без денег. По их словам, все от того, что сформировали ревизионную комиссию и собрали деньги, нечистые на руку люди. Фирму подрядчика также наняли они. При этом отсутствуют всякие документы, подтверждающие найм. Представители фирмы подтверждают, что получили 2 миллиона сомов. Однако, куда подевались 600 тысяч сомов, ответить никто не может. Ответственной лицом нету вообще. Никто не хотят ответить. Мы вот, каждый раз собрание у нас здесь, да, вот, собирает людей, вот, они, которые, вот, председатели комиссии, вот, которые деньги собрали. Они тоже, вот, мы задаем вопросы, да, вот, где ваши документы, вот, да, к декистанцию, да, вот, куда вы направили деньги, да, вот. Они, вот, толком не отвечают. Канализацию собирались прокладывать на четырех улицах. Деньги собрали с 275 домов. Повезло, говорят жители, что отдали не всю сумму сразу. С каждой семьи представители фирмы должны были получить по 28 тысяч сомов. А без полной оплаты прокладывать трубы подрядчик отказывается. Я сама дала 12 тысяч, пускай мне вернут деньги, или этот, работу начинает, начнет работу, когда фирма, когда, уже второй год, да, второй год пошел уже. Также перед выборами в Джугурку-Кенеш несколько политических партий в помощь населению новостройки выделили более 400 тысяч сомов на прокладку канализационных труб. Однако эти деньги, говорят жители, и вовсе пропали. Комментировать ситуацию представители ревизионной комиссии отказались, сославшись на занятость. Фирму дозвониться также не получилось. Телефон оказался отключен. В профильных организациях помочь им не смогли из-за отсутствия договора и документов, подтверждающих выплату денег. Потому жители намерены теперь судиться. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, НТС. Автокараван под названием «Юркюн-100», посвященный памяти жертв восстания 1916 года, стартовал сегодня в Бишкеке. Свой путь автоколонна начала с мемориального комплекса «Атабиид». А конечным пунктом назначения символического автопробега стал другой мемориальный комплекс «Кыркшеид» в Тонском районе. По пути следования по маршруту, протяженность которого составила более 300 километров, участники автокаравана останавливались и читали поминальные молитвы по погибшим в трагедии 100-летней давности. Отметим, присоединиться к акции имели возможность все желающие. Напомним, первый автопробег «Караван жизни», посвященный памяти жертв восстания, прошел в начале августа. Тогда маршрут следования начался в пригороде Бишкека и завершился в Караколе. Местом сбора участников акции «Уркун-100» был выбран национальный историко-мемориальный комплекс «Атабиид». В поминальной молитве собравшиеся почтили память погибших не только в трагических событиях 2016 года, но и жертв сталинских репрессий 1937 года, останки которых захоронены здесь, и погибших совсем недавно уже в наше время мигрантов и мигранток из Кыргызстана, работавших в России. После молитвы автокараван «Бишкек» и «Сыкуль» начал свой путь. Автоколонны из 10 автомобилей на начало акции. 300 километров от старта до финиша, 40 участников на автомобилях по аналоге старых аббатырами Монаса. По словам организаторов, автопробег не несет в себе ни политического, ни национального, ни религиозного подтекста. Это просто акция о памяти погибших в трагические годы истории народа. По словам гражданских активистов, автопробег призван почтить память их погибших кыргызстанцев в дни революции 2010 года. И тогда, и в событиях столетней давности, люди гибли в борьбе за свободу народа, отстаивая свою независимость. Это факты и истории, о которых должны знать современные поколения. Наш автопробег ни в коем случае не преследует цель поссорить кыргызские и русские народы. Наоборот, мы призываем к межнациональному единению народов. Сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина. Мы от души поздравляем его. Поминая о погибших, мы призываем все народы, живущие в Кыргызстане, к дружбе и взаимопониманию, взаимоуважению, чтобы ничего подобного никогда больше не повторилось. Первую остановку почтить память погибших автокарван совершит в Омском ущелье. Следующая в центральной мечети города Балакчи. Завершить акцию планируется в мемориальном комплексе Кыргшиит в Томском районе Иссыкуля. Я в первый раз участвую в подобном автокараване. Вот выехали на Иссыкуль. В Бомском ущелье, в Балакчи нас ожидают и присоединятся к нам другие участники. Машин станет намного больше. В начале августа этого года при государственной поддержке уже состоялся подобный автопробег «Караван жизни». Колонна автомобилей также проследовала по Чуйска и Иссыкульской областям. Нынешний автокараван гражданские активисты предлагают сделать ежегодным, чтобы жители и других регионов могли проследовать историческим маршрутам. Восстание 1916 года в Средней Азии началось после указа о привлечении на тыловые работы мужского населения региона. Беспорядки охватили почти всю Среднюю Азию и Казахстан. Метеор был подавлен, но многим тогда пришлось бежать за пределы Российской империи. Боуты Сайфман, Азбакешев, НТС. Сегодня 75-летие отмечает академику, достойный звания «Народный учитель» Аманбек Джайнаков. Выдающийся ученый является одним из основоположников нового научного направления в Кыргызстане. Исследований в области теплофизики и теории тепла и массообмена высокотемпературных процессов на основе численного моделирования и вычислительного эксперимента. На протяжении 55 лет Аманбек Джайнаков занимается педагогической деятельностью в вузах страны. По случаю дня рождения именитого академика, сегодня в Политехническом университете состоялась научная конференция. В ней приняли участие ученые Сербии, России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Студенты всегда уважают. Стараются что-то дать им, чтобы они получили знания, руководствуются курсовым работам, дипломным работам, сдать государственные экзамены. Я заведующий кафедр, поэтому специалисты, которые заканчивают нашу кафедру, они в тесном контакте со мной работают все время. И поэтому мы очень взаимосвязаны и помогаем студентам. Делегация из Сербии приехала здесь, в город Бишкек, к столицу Кыргызии, чтобы встретились с ученым Кыргызии и отметили один большой, великий юбилей. 75 лет от дня рождения ученого, академика Амамбека Женакова. До ним 75 лет успешной работы. Он уже академик, профессор, сделал катедру в прикладной математике. И я думаю, что народ Кыргызстана ему благодарен за это, что сделал для его и для его студентов. Трехметровый колпак, сделанный отечественными студентами, попадет в Книгу рекордов Гиннеса. Заявка на включение самого большого Кыргызского национального головного убора была подана еще в марте, сразу после его официальной презентации в Бишкеке. Ждать положительного ответа пришлось полгода. Теперь для получения подтверждающего сертификата осталось пройти несколько обязательных процедур. Как сообщается в своем решении, представление Международной книги рекордов запросили автора выслать видео, фото и другие материалы, доказывающие их причастность к изготовлению гигантского колпака. Ну что ж, надеемся, что у комиссии книги Гиннеса, как и у нас, не будет никаких сомнений, наш колпак войдет в историю. А я больше скажу, независимо от того, войдет он в Книгу рекордов Гиннеса или нет, для нас он все равно рекордный. На этом наш выпуск завершается. Но я напомню, что завтра и послезавтра итоги недели с Мирджаном Булыбаевым. Оставайтесь на НТС. До свидания и приятных выходных.